МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не произошло это в субботу в одном из домов села. Двое пенсионеров сначала задохнулись угарным газом, а затем сгорели в огне. Подробности мы сообщим чуть позже. Наша съемочная группа выехала на место происшествия. Также мы узнаем подробности жуткого ДТП, в котором погиб человек. А сейчас к другим новостям. Нижнекамск с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра республики Василь Шейхразиев вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних. Он посетил Балкыш, Центр диагностики и консультирования, Центр психологической поддержки Эйдос. Также побывал в Кадетском корпусе. Василь Шейхразиев высоко оценил работу нижнекамских педагогов. Впечатления казанских гостей от увиденного вы узнаете в итоговом выпуске новостей. Отметили юбилей. Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Туфана Минулина открыл новый 25-й сезон. Юбилейный сезон артисты открыли с полюбившимся в публике спектаклем «Ночь предопределения», который поставил главный режиссер Рустам Галиев. Надо сказать, к своему празднику коллектив подошел, имея за плечами богатый опыт побед и свершений. Театр полон смелых планов. Итоги подведены. План работы намечен. В городе прошел второй этап 24-й конференции Нижнекамского местного отделения партии «Единая Россия». Обсудили прошедшие встречи, диалоги с населением и первый, организованный в городе, масштабный исход граждан. На конференции поздравили и новоиспеченных членов партии, им вручили партийные билеты. Также на встрече произошло обновление состава полицовета. В результате тайного голосования была утверждена должность Айгуляитовой и Галины Шиманской. Матчи регулярного чемпионата КХЛ в Нижнекамске не будет до 6 ноября. Хоккеисты «Нефтехимика» отправились на выездную серию. Уже сегодня наша команда проведет матч с уфимским Салаватом Юлаевым. На данный момент подопечный Владимир Юрзинова занимает четвертую строчку на Востоке. В копилке уфимской команды 35 очков. Нижнекамцы находятся на предпоследнем месте все в той же конференции. У нас 17 очков. Начало встречи в 17.00. Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал БСТ. Малооблачную погоду с прояснениями ожидают сегодня синоптики. Температура воздуха минус 2, минус 4 градуса. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Ну а как не попасться на удочку мошенников? И кому Богдан Якимов забил первую шайбу за океаном? Все это и многое другое уже в 12 часов. Оставайтесь с нами. Будете первыми в курсе всего, что происходит в городе. До встречи.